Работая над романом «Воскресенье», Толстой часто ездил смотреть заседание суда в Тулу. Однажды там рассматривалось дело мещанина, который якобы хотел убить проститутку. Этот мещанин, находясь в публичном доме, по каким-то неведомым соображениям ударил бедную женщину ножом в бок. Но, к счастью, он был очень пьян и только нанес ей маленькую рану, чуть-чуть ее поцарапал и упал и заснул, а утром ничего не мог вспомнить. Его судили судом присяжных и признали виновным, но только за нанесение вреда здоровью. Сторона же обвинения настаивала на более серьезной статье «Покушение на убийство». Когда приговор был объявлен, эта несчастная потерпевшая проститутка начала страшно кричать. Она стала на всех ругаться, стала всех оскорблять, обзывать, и никто не мог ее остановить. И тут из задних рядов поднялся Лев Толстой. Ему было уже за 60 лет. Дело происходит в 90-е годы XIX века. Он подошел к этой женщине, присел и стал с ней говорить. Нужно сказать, что к тому моменту он уже разделял свои идеалы непротивлением. Он ей сказал «Вы, пожалуйста, не сердитесь на своего обидчика. Этот же человек все равно будет страдать, он будет сидеть в тюрьме, а злоба сделает хуже вам самой. А знаете что? Вы лучше простите его, потому что сам Христос заповедовал нам прощать своих врагов. Простите». Нужно сказать, что Лев Толстой в своей жизни написал три романа. Два первых «Войной мир» и Анну Каренину часто экранизируют, очень любят, включают во все топ списки мировых шедевров. И вообще этими романами принято восхищаться. А вот последним романом под названием «Воскресенье», поздним романом, как-то восхищаться не принято. Он какой-то не очень удобный и какой-то не очень приятный по сравнению со всеми другими романами. Надо сказать, что в начале 1880-х годов у Льва Толстого случился серьезный духовный кризис. Он уже автор двух великих романов, богатый, знаменитый, счастливый семьянин, вдруг потерял смысл жизни и даже был близок к самоубийству. И вот, выйдя из этого кризиса, он полностью поменял свои взгляды на мир, стал совершенно другим человеком и решил, что он должен написать роман, в котором он посмотрит на мир не сверху вниз, как он это делал раньше, то есть глазами дворянина и аристократа, а наоборот снизу от 100 миллионов трудового народа. И тут мы возвращаемся в Тверской суд. Проститутку, которую совсем недавно ударил мещанин ножом в бок, посмотрела на Толстого, подняла на него свой тупой взгляд и сказала ему «пошел к черту дед». Таким голосом 100 миллионов трудового народа. Толстой смутился, конечно, и тихонько удалился. Эта история показывает нам не только сложность нахождения общего языка между аристократией и простым народом, но еще и то, что все попытки Толстого помогать и проповедовать конкретным людям всегда имели какой-то скромный успех. Но когда Толстой занялся, великий романист, занялся тем, что он умел делать лучше всего, написал «Воскресенье», этот роман произвел колоссальное впечатление на его современников. Только в России в 1900 году вышло 40 переизданий этого романа, то есть 40 раз тираж романа допечатывался, и примерно то же самое происходило и во Франции, в Германии и в других странах. То есть Толстой не смог найти общего языка с проституткой, но его роман заставил огромное количество людей пересмотреть свои взгляды на мир, как-то скорректировать свое мировоззрение. Как возник замысел романа? Идею романа подсказал Толстому известный адвокат Конни. Он рассказал историю из своей практики, что однажды к нему в кабинет пришел взволнованный молодой человек и заявил, что хочет жениться на проститутке Розалии Онии, которую вчера судили судом присяжных за кражу у пьяного гостя 100 рублей. И этот молодой человек был одним из тех присяжных, который ее судил. Но он был человек с хорошей семьи, дворянин, человек богатый, с именем и совершенно непонятно, почему у него возникла такая идея. Конни его спросил, простите за бестактность, но она вам что, так сильно понравилась? На что молодой человек сказал, нет, я вообще ее плохо разглядел, я близорукий, но я хочу жениться и я знаю, что у меня есть такое право. И вот он действительно добился возможности жениться на этой Розалии, но начался пост, в ходе которого свадьбы запрещены, а в конце поста Розалия заболела брюшным тифом и умерла. А этот молодой человек погревал, погревал и пропал. Вскоре выяснилось, что Розалия была сиротой и все свое детство прожила в доме богатой барыни. И вот однажды к этой барыне приехал в гости ее племянник, студент, который соблазнил 16-летнюю Розалию и уехал. Когда барыня узнала, что ее воспитанница беременна, она так осерчала, что выгнула девушку из дома. И Розалия начала опускаться ступенька за ступенькой вниз, пока не оказалась в самом дешевом публичном доме на Стенной улице в городе Санкт-Петербурге. А этот молодой человек, ее соблазнитель, он, в общем, и знать об этом ничего не знал, закончил свое образование, поступил на службу, сделал в целом неплохую карьеру и, помимо всего прочего, еще стал присяжным заседателем. И однажды на суде, в этой несчастной проститутке, которая украла 100 рублей у пьяного гостя, он узнал эту Розалию Онью и понял, что он в этом во всем виноват. На него свалилось сознание греха, сознание вины, и он решил, что должен жениться на этой Розалии, чтобы ее спасать. Соблазнителя Толстой назовет Нехлюдов, соблазненную Катюшу Маслову, только Маслова не умрет, как Розалия, а получит достаточно большой срок по судебной ошибке и отправится в Сибирь, а Нехлюдов отправится за ней. Вот и завязка романа «Воскресенье». И такой сюжет давал Толстому возможность показать изнутри все государственные учреждения и критически описать эти государственные учреждения, которые на тот момент он уже считал антихристианскими и склонными к насилию. И прежде всего суды. Вообще, чтобы понять отношение Толстого к судам, нужно сказать несколько слов об основах его мировоззрения. С самой юности Толстого не покидало ощущение, что мир устроен как-то неправильно и несправедливо, и люди тоже живут неправильно и несправедливо. И вот в 50 лет, когда у него случился духовный кризис, это ощущение у него усилилось, и у Толстого случилось озарение, когда он читал Евангелие. Он понял, что в Нагорной проповеди Христос дал людям не только этические заповеди, как жить, чтобы спастись для жизни вечной, но еще и дал социальную программу, как жить, чтобы преодолеть все социальное зло. Войны, насилие, рабство, неравенство и так далее. Ключом к пониманию Евангелия для Толстого стала фраза «вам сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам не противьтесь злу». Откровение, озарение Толстого было связано с тем, что вот эта короткая фраза «не противьтесь злу» не является какой-то метафорой, шифром или иносказанием, а ее нужно понимать буквально, потому что это прямое наставление. И смысл этого наставления прежде всего социальный. Если мы однажды не воспротивимся злу, если мы однажды не дадим сдачи, то цепочка зла на нас закончится и зло постепенно сойдет на нет. Также буквально он призывает понимать и другие высокие слова из Нагорной проповеди об отдаче последней рубахи, о необходимости любить врагов, потому что если мы будем любить наших врагов, то у человечества отпадет моральное оправдание войн и наступит мир, вечный мир, о котором так долго мечтали философы. Но главная проблема человечества по-толстому состоит в том, что с самого детства нас учат уважать учреждения, которые насилием защищают нас от зла. Уважать армию, полицию, суды, государство в целом и все, что нас окружает. Вся цивилизация на самом деле построена на законе, который Христос отверг, на законе око за око, зуб за зуб. И пока такое положение дел, человечество вряд ли справится со своими основными проблемами. То есть весь толстовский анархизм, его критика судов, государства, собственности, патриотизма и так далее сводятся к тому, что эти институты живут не по заветам Христа. И если мы хотим положить конец рабству, войнам и насилию, мы должны отказаться связываться с этими институтами как антихристианскими и склонными к насилию. Вот когда Толстой сделал открытие по поводу фразы о непротивлении, он понял, что мы тоже неправильно трактуем еще одну очень важную фразу, которая звучит как «не судите, да не будете судимы». Мы ее неправильно воспринимаем как запрет на некое словесное осуждение, тогда как на самом деле она касается судов. Не судите людей в судах или судами. Потому что, по сути, чем занимаются суды? Они определяют вину преступника и придумывают наказание, соответствующее этой вине. То есть, по сути, тоже злом отвечают за зло. И если мы согласились, что мы не должны противиться злу на личном уровне, то, наверное, мы не должны противиться злу и на уровне институтов. Поэтому ничего странного, что в позднем своем романе «Воскресенье» Толстой критикует судебную систему в полном ее объеме. И здесь интересное размышление Толстого о том, кто и почему вообще в тюрьмах сидит. По сюжету Нехлюдов в период пребывания Масловой в Остроге много общается с заключенными, вообще смотрит, наблюдает внутреннюю жизнь тюрьмы и делает свои некие социологические исследования. И вот он делает вывод, что вообще в тюрьме сидят пять разрядов, пять типов людей. Первый разряд — это люди совершенно невиновные, жертвы разнообразных судебных ошибок, как Маслов. Второй разряд — это люди, которые совершили свои преступления в состоянии аффекта, как мы сейчас сказали, то есть по ревности, в опьянении и так далее. Третий разряд — это люди, которые совершили поступки, которые, как им кажется, совершенно не зазорные, а может быть даже очень полезные обществу и даже справедливые. Например, люди, которые перевозят контрабанду, которые собирают дрова в казенных лесах, которые тайно торгуют вином и так далее. Четвертый разряд людей — это люди, которые, по словам Толстого Нехлюдова, находятся гораздо выше в своем нравственном отношении, чем средний уровень общества вообще. К таким людям относятся сектанты, черкесы и поляки, которые воюют, борются за свою независимость, и все политические заключенные, то есть социалисты, марксисты, стачечники и так далее. И, наконец, пятый разряд — это люди, перед которыми, по словам Нехлюдова, общество в гораздо большей степени виновно, чем они перед обществом. То есть это люди, которые доведены до преступления неравенством, нищетой и так далее. Почему же все эти столь разные и чаще всего невиновные люди сидят в тюрьме? По этому поводу анализируют разнообразную юридическую литературу, и там все авторы связывают наказание с категорией справедливости. Но Нехлюдов говорит, что целью суда не является установление справедливости, а целью суда является поддержание сословных интересов. Богатые сажают в тюрьму бедных, которые посягнули на их богатство, а власть придержащие сажают в тюрьму людей, посягнувших на их власть. Можно ошибочно предположить, что Толстой критиковал государственные институты, государство, патриотизм конца XIX века примерно так же, как это сейчас делают люди либеральных взглядов. Что, мол, судебная система в России плоха, потому что она связана с государством. А если суд будет независимый и состязательный, как в Европе, то все будет иначе. Но это не так. Толстой не только высказывал свойственные социалистам, свойственную социалистам мысль о социальной природе зла, что люди совершают преступления, потому что общество плохое. Но еще и высказывал склонное анархистам представление о государстве, что государство нельзя демократизировать, что государство можно только уничтожить. К концу XIX века Толстой разочаровался во всей сословной самодержавной системе и понял, что общество никогда не придет к гармонии, пока в нем есть богатые и бедные. И судебная система тоже никогда не станет лучше, пока существуют богатые и бедные. Но, в отличие от социалистов, он не думал, что все эти противоречия можно исправить насильственной революцией, потому что, с его точки зрения, насилие порождает только дополнительное, новое насилие. Что же он предлагал делать? С одной стороны, он предлагал не связываться с государственными институтами, а с другой стороны, он предлагал буквально исполнять заповеди Нагорной проповеди, которые он и приводит в конце своего романа «Воскресение». «Воскресение» — это уникальный политический роман. Его читали все в свое время, в момент выхода, но он равным образом не понравился представителям всех политических направлений российского общества. Но самыми удивительными были реакции на роман и на позднее творчество Толстого в период русских революций. Например, в 1905 году марксистский критик по фамилии Нерадов обрушился с критикой на Толстого за его маленький рассказ Алеши Горшок. В этом рассказе Алешу все эксплуатируют, а он не противится, как будто следуя заповеди Христа. И вот Нерадов обвинил Толстого, что он является не больше не меньше одной из причин поражения первой русской революции. Когда пылало пламя народного гнева, пишет Нерадов, Толстой в духе самой откровенной реакции призывал крестьян не противиться эксплуатации ради какого-то евангельского принципа. А в 1925 году в статье идея Корнилова уже консерватор-философ Иван Ильин обвинил Толстого, что он является причиной победы революции 1917 года и поражения вообще царской России. В этой статье он сказал, что зловредное учение Толстого, возникшее в 1880-х годах, успело испортить два поколения русских молодых людей, привив им моральный нигилизм и сентиментальность. И когда на Русь пришел супостат в лице большевиков, эти молодые люди, русские, оказались неспособными справиться с врагом. В начале мы говорили о том, что Толстому в Тульском суде не удалось убедить проститутку простить своего врага и обидчика пьяного мещанина. И что вообще его попытки проповедовать конкретным людям имели небольшой результат и небольшой успех. Но не всегда. Маленькая дочь Толстого, Саша, играла во дворе дома с крестьянским мальчиком. И как все нормальные дети, они что-то не поделили, и этот мальчик сильно ударил Сашу по плечу палкой. Она, конечно, разрыдалась, побежала к папе, чтобы тот наказал обидчика. Толстой ее выслушал, утер ей слезы и сказал, присядь, пожалуйста. Вот смотри, если он тебя ударил палкой, то значит ты его чем-то рассердила, значит он тебя не любит. А если я сейчас пойду и прибью его, то он же тебя еще больше не будет любить. Он тебя возненавидит, и меня возненавидит, и вообще всех нас возненавидит. Давай лучше сделаем так. Ты иди на кухню, там, кажется, есть баночка малинового варенья. Попроси, чтобы тебе налили в блюдечко и отнеси этому мальчику, угости его. Саша, конечно, удивилась, но слезы ее высохли, и она, в общем, сделала то, что ее попросил папа. Мы не знаем, что случилось с этим мальчиком, но мы знаем, что случилось с Сашей. Вообще, Толстому не очень удалось заразить всех своих многочисленных детей своими идеями о том, что необходимо отказаться от собственности, не противиться злу и так далее. Но именно Саша, достигнув 16 лет, стала его верной помощницей, стала вести его переписку, а после революции вообще возглавила музей Ясной Поляны. Толстому не удалось убедить большинство своих детей, но Саша стала его верной последовательницей.